Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, главнокомандующие! Они пока путают команды налево и направо, не умеют стоять смирно. Но многие стреляют в яблочко. В игре «Зарница» в станице Аркуда участвуют команды сел Надеждинского района Приморья. Меня, в принципе, интересует военная тематика. У меня будущая жизнь связана с армией. Вообще я пойду в спецназ, поэтому... Игра «Зарница» зародилась в 60-х и быстро стала всесоюзной. В нее играли в школах, пионерлагерях и просто во дворах. А теперь в Приморье увлекательные соревнования устраивают казаки. Большинство из них вернулись с фронта участники СВО. Площадку для «Зарницы» обустроили с помощью субсидий Департамента внутренней политики Приморского края. Бойцы команды из Нежина хоть и ростом невелики, с подстраховкой все препятствия штурмуют достойно. Дымовой завицы не боятся. У трех человек из команды уже есть знаки отличия. У меня за прыжок с парашютом я один раз прыгнул. Ну, прыгал я с инструктором. Было, конечно, немного страшно, но я смог прыгнуть. Как ты вообще решился? У меня братья прыгали, да, я тоже решил прыгнуть. В станице Аркуда «Зарницу» проводят уже три года. Причем интерес к игре только растет. Подготовлена экипировка, обмундирование, оружие. Автомат разбирают в среднем за минуту. Из пневматической винтовки бьют точно в цель. «Зарница», военизированная игра – это важное дело, нужное на государственном уровне. То, что государство заставляет проводить их, это прямо здорово. Наши дети будут понимать, будут знать, идеологически прокачаны. Просто будут иметь навыки какие-то, первичные, начальные военные подготовки. На «Зарницу» традиционно едут не только мальчишки. Девочки не отстают от сильного пола и бывают командирами отрядов. К ответственности привыкли и в чем кайф, уже поняли. Нам, как девочкам, очень интересно узнать, как разбирается, собирается автомат. В принципе, мы хотели сюда и съездить. Некоторые девочки даже вызывались, вырывались из класса. Сегодня уроки. Мы будем здесь бегать под проволокой. Все на шикарно.